Перевод выполнен при поддержке переводческой компании Аватера. Я Криот Питерсон, а это калифорнийская скалопендра и пустынный кивсяк. Прогулки по ночной пустыне – удел смельчаков, ведь эта усеянная кактусами земля изобилует разнообразием ночных хищников. Будь то скорпионы, пауки, да, это та самая черная вдова, сальпуги или жгутохвостые. Эти арахниды обязательно встретятся на вашем пути. Всю ночь они бесшумно рыщут в поисках добычи. Только посмотрите, оно как будто с другой планеты. У всех арахнидов по четыре пары ног, а большинство из них вооружено хелицерами или ядовитыми жалами. По мне ползет самый ядовитый скорпион в США. Сейчас он прямо на моей руке. Довольно беспокойно, честно говоря. Надо встать так, чтобы он перестал бегать. Но если четыре пары ног, хелицеры и жало вас не особо впечатляют, то в аризонской пустыне Сонора живут существа, у которых еще больше конечностей. Я говорю про многоножек. В этот надкласс входят помимо прочих скалопендры и кивсяки. Зачастую эти членистоногие предпочитают избегать контактов с людьми. Но сегодня мы их отыщем и снимем поближе. Так, чтобы вы смогли как следует все рассмотреть. На первое у нас пустынный кивсяк. Он относится к классу двупарноногих. На каждый сегмент его тела приходится по две пары ножек. Переворачивать насекомое и пересчитывать все ножки я, конечно, не собираюсь. Но судя по тому, как оно ползет, по мне, этих ножек там невероятное количество. По ощущениям, будто множество живых крошечных крючков пытается подцепить волосы на моих руках. Кивсяков еще называют тысяченожками. Но тысячи ножек нет ни у одного насекомого. В среднем, конечностей у них 400, а максимум 750. Больше, чем у любого другого животного в мире. У пустынных кивсяков очень плохое зрение. Хотя у них и есть глаза, при передвижении по местности они больше полагаются на свои антенны. Видите, как он подергивается в воздухе? Он пытается найти твердую поверхность для передвижения. Если антенны ничего не обнаруживают, он понимает, чёрт, чёрт, кажется, дорога оборвалась. И он будет продолжать искать поверхность, по которой можно ползти. На кивсяков мало кто охотится, а всё потому, что эти маленькие многоножки на самом деле ядовиты. Вдоль их туловища расположены железы, и в случае угрозы кивсяк выстрелит в обидчика едкой рыжей жидкостью. Пахнет она ужасно. Буквально прошлой ночью у меня все руки были в ней. Но если вы стали жертвой кивсяка, вам нужно всего лишь помыть руки с мылом, и всё будет в норме. Кивсяки меня совершенно не пугают. Они не кусаются. А раз они не кусаются, то могут ползать по мне, сколько влезет. Но вот со скалопендрами дело обстоит совершенно иначе. И сейчас мы познакомимся с одной поближе. Хорошенько поглядим на эту ядовитую диковинку. Пустынные кивсяки не несут угрозы людям. Если вам такой повстречается, просто наблюдайте с безопасного расстояния. Друзья, прежде чем перейти к скалопендре, хотел бы поделиться с вами интересным сайтом. Может кому тоже пригодится. Речь идёт о платформе Виолити. Это платформа для покупок и продаж антикварных предметов и настоящих произведений искусства. Лично меня впечатлил раздел энтомологии. Здесь я нашёл уйму редких и удивительных насекомых. Жучки, скорпионы, бабочки. И всё это в красивом оформлении. Лично я не удержался и заказал себе и скорпиона, и набор бабочек из тропических стран. Я думаю, они станут украшением в любой комнате и подойдут под совершенно разный стиль. Если вам это интересно, так же как и мне, то тогда вы можете найти ссылочку на этот сайт уникальных вещей в описании. А мы возвращаемся к скалопендре. Так, мы подошли к части выпуска, которой я боялся больше всего. Тут только один вариант. Надо её оттуда достать и действовать быстро. Ну что, начнём? Ох, ребят. Она оказалась на земле и принялась удирать. Укус калифорнийской скалопендры очень болезнен и ядовит. Так что я волнуюсь. Не пытайтесь повторить увиденное. Ну всё, спокойно. Я крепко зафиксировал голову скалопендры, а что важнее всего, ядовитые челюсти. Поэтому сейчас мне намного спокойнее. Ох, посмотрите, какой же жуткий этот обитатель пустыни. Что интересно, они также относятся к подклассу многоножек. У каждого вида число конечностей различается. У этой их явно меньше сотни, но со временем эти многоножки растут, и тело постепенно удлиняется, и число ножек увеличивается. Основное отличие между скалопендрами и кивсяками состоит в том, что у скалопендр очень плоское тело. Поэтому им легко ползать в расщелинах между камнями и стремительно перемещаться по ночной пустыне. Также они ненасытные хищники. Прямо сейчас они ползают по холодному песку, выискивая неосторожную добычу. Они едят и жуков, и скорпионов, и ящериц, а когда они достигнут максимальной длины, даже грызуны не смогут уйти от них. Укус даже такой крошечной скалопендры невероятно болезненный. Именно поэтому я так осторожен. У всех скалопендр есть одна интересная особенность. Посмотрите на этот отросток на задней части тела. Вот эти ножки несколько отличаются от других по форме, и у каждой из них на конце крюк. Они играют роль ложной головы. Они не отличаются цветом от настоящей головы, и при этом заканчиваются маленькими крючками. Вот представьте, вы хищник и собираетесь напасть на скалопендру. Думаете, ага, сейчас я брошусь и откушу ей голову. И тогда она выбрасывает ножки вверх и внезапно вонзает вас острые шипы. Да, просто так полакомиться скалопендрой не выйдет. Хоть их яд для человека и не смертелен, боль от укуса настолько сильная, что после него даже взрослые мужчины не могут подняться на ноги несколько часов. Так что учтите, держитесь подальше от скалопендр. Надеюсь, всем понравилась эта парочка. Калифорнийская скалопендра и пустынник и всяк. Обе многоножки водятся в пустыне Сонора. И мой вам совет, избегайте встреч с каждой из них, поскольку обе ядовиты. Я Койот Питерсон, будьте смелыми, оставайтесь дикими. До встречи на следующих приключениях. Обе многоножки играют не последнюю роль в пустынной экосистеме. Пусть они и весьма жуткие, и у каждой из них, в отличие от людей, сотни конечностей, просто помните, что при встрече с вами, эти ножки понесут своих хозяев в противоположную сторону. Друзья, если вам понравился данный эпизод, то не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, включить колокольчик и оставить хороший комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok